Друзья, всем привет! С вами компания Майнер World. Сегодня мы поговорим про ETH 2.0. Объясним подробно, что это такое, как он будет работать, чем может быть полезен для нас, а также попробуем предположить, что же будет с майнингом после обновления 2.0. Начнем с того, что же такое ETH 2.0. ETH 2.0 это масштабное обновление работы алгоритмов сети с консенсуса PAU на Proof of Stake. Как мы знаем, эфир работает на том же протоколе, как и биткоин, это Proof of Work, сокращенно PAU. Этот механизм подразумевает, что подтверждение транзакции в сети происходит с использованием вычислительных мощностей. В нашем случае для эфира это видеокарты или ASIC-майнеры на алгоритме ATHash. Но для чего это все нужно и зачем разработчики затеяли такое масштабное обновление? Проблема заключается в том, что использование алгоритма Proof of Work препятствует росту пропускной способности эфира. По этой причине команда разработчиков эфириума планирует на переход работы сети на протокол Proof of Stake. В отличие от Proof of Work, он не требует вычислительных мощностей для нахождения блоков, то есть нет нужды в майнерах, а вместо майнеров транзакции будут совершать валидаторы. Валидаторы – это пользователи, которые будут держать на своем кошельке определенное количество монет. На данный момент это минимум 32 эфира. Валидаторы, в свою очередь, обеспечивают работоспособность блокчейна за счет блокировки своих эфиров для выполнения транзакций и получают за это вознаграждение. Этот процесс и называется стейкингом. Как мы сказали ранее, эфир 2.0 – это переход работы сети с одного протокола на другой. И этот переход состоит из трех основных этапов. Первый этап – это бикон чейн. Это такой блокчейн, с помощью которого сеть эфира должна перейти на алгоритм консенсуса Proof of Stake. Бикон чейн уже работает, и уже сейчас пользователи могут подтверждать транзакции в сети эфириума, имея на балансе не менее 32 эфиров. Второй этап, самый важный для майнеров – это слияние или состыковка. Это тот момент, когда будет совершен полный переход с Proof of Work на Proof of Stake. После слияния добыча эфира на майнерах на алгоритме ATHash больше будет не нужен, что приведет к значительным падениям в прибыли майнинга эфира. Но о том, что нас ждет после слияния, поговорим немного позже. Сроки завершения слияния неоднократно сдвигались, но разработчики планируют завершить этот этап в конце 2021 и начале 2022 года. Об этом этапе говорили еще в 2017 году и обещали запустить его в течение двух лет. Но, как мы можем заметить, до сих пор этого еще не произошло. На данный момент у эфира появились серьезные конкуренты, такие как Binance Smart Chain, которые заставляют разработчиков эфира ускориться. Ну и третий этап перехода – это шардинг. Сейчас сеть эфириума представляет собой общую базу данных. После обновления блокчейн будет разделен на автономные взаимодействующие блоки, так называемые цепочки, каждая из которых будет обрабатывать свои транзакции и смарт-контракты. Зачем вообще это все нужно? Конечно же, это нужно для повышения пропускной способности эфира. На данный момент блокчейн эфира способен проводить до 20 транзакций в секунду. Для большего количества пользователей такой скорости недостаточно. Например, платежная система Visa может осуществлять до 24 тысяч транзакций в секунду. После успешного запуска сети Эфир 2.0 ожидается, что сеть будет способна обрабатывать до 100 тысяч транзакций в секунду. Таким образом, масштабируемость сети эфира может увеличиться в тысячу раз, что также может положительно сказаться на его курсе. Но если мы разобрались с тем, что такое Proof of Stake, давайте поговорим о том, как можно будет зарабатывать после обновления сети Эфириума. Как мы говорили ранее, для того, чтобы стать валидатором, то есть чтобы участвовать в стейкинге, необходимо иметь на балансе минимум 32 эфира. Первый – это самостоятельный стейкинг. Чтобы стать валидатором и получить вознаграждение, мы должны воспользоваться специальным программным клиентом. Никакого дополнительного оборудования уже не понадобится. Второй вариант – совместный стейкинг. Например, это работа с пулами. Из плюсов не нужно иметь 32 эфира на счету, но из минусов – это дополнительная комиссия. Сейчас давайте поговорим немного о доходности. Нам нужно понимать, что только активные валидаторы получают вознаграждение, а отключенные от сети валидаторы еще и штрафуются. Штрафы равны вознаграждению за активное участие, но вознаграждение валидаторов влияет на общее число заблокированных для стейкинга эфира. В зависимости от этой цифры максимальная годовая доходность валидаторов может быть разной. Примерную доходность можно рассчитать вот на этом сайте. Тут мы указываем количество валидаторов. Каждый из валидаторов, напомню, это 32 эфира. Также можно указать прогнозируемую цену эфира или оставить текущую. Тут еще мы можем указать и содержание валидатора. Необходимо понимать, что это только примерные цифры. Также мы видим, что доходность от стейкинга гораздо ниже, чем от майнинга. И давайте теперь поговорим, что же будет с оборудованием, которое сейчас работает и добывает эфириум. На настоящий момент около 45% хешрейта эфира занимают асики, а 55% это видеокарты. Если с майнерами все в целом понятно, так как они могут работать на одном алгоритме, имеется в виду те майнеры, которые работают только на алгоритме ATHash, так вот все эти асики вынуждены будут прекратить работу, если только не появится другая монета на таком же алгоритме, что вполне себе возможно. И думаю, конкуренты эфириума тоже не сидят без дела, понимая, что на рынке останется очень много невостребованных мощностей. А вот что касаемо видеокарт, то в данном случае они являются более универсальными устройствами, которые с легкостью могут переключиться с одного алгоритма на другой, что собственно и будет происходить после запуска эфира 2.0. Друзья, надеюсь это видео вам было полезно, и вы смогли понять, чего же ожидать от масштабного обновления эфириума 2.0. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, также ставьте колокольчик, чтобы не пропускать свежие и интересные видео из мира майнинга и криптовалют. С вами была компания Майнер Уорлд, до встречи в следующих видео.